здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня на обзоре две книги авторы Чан Ким и Рене Мо Борн стратегия голубого океана и переход голубому океану эти книги у меня появились не случайно вы знаете что сфера моих интересов это детско родительские семейные отношения а вот эти книги как-то совсем не в этой теме я иногда читаю такие книги но для этого мне нужны определенные условия у нескольких значимых людей в сфере бизнеса в сфере бизнес-тренерства я услышал рекомендацию прочитать эти книги и вот после этого я решил что все-таки надо ознакомиться книги знаковые так и оказалось книги действительно знаковые и здесь сразу хочу сказать что вот если вы хотите ознакомиться и почитать что-то интересное вам вот эта книга нужна стратегия голубого океана если у вас есть свой бизнес и после прочтения этой книги вы скажете окей это очень здорово это очень интересно я хочу попробовать у себя там где я работаю то вам понадобится вот эта книга потому что здесь уже пошаговое руководство как именно перейти голубому океану но теперь давайте о самих книгах немножко скажу значит что такое вообще голубой океан голубой океан это такое предложение для рынка которого еще на рынке не было то есть это что то такое новое чего еще до вас никто не делал и вот это новое предложение для рынка авторы говорят она бывает в основном двух типов первый тип это когда вы предлагаете организованное предложение по-другому организованное а второй вариант тогда вы предлагаете предложение формируете предложение, которое на уровне какой-то инновации. То есть здесь уже что-то даже связанное с изобретением чего-то. И давайте для примеров. Вот, например, предложение, которое формирует что-то уже известное, но по-другому, и тем самым является чем-то новым. Это пример из этой книги авиакомпания, которая решила сделать свои перелеты по цене поездки на автомобиле. То есть все авиакомпании продают билеты первый класс, второй класс, бизнес-класс. Рынок огромный, и вот этот огромный рынок этих авиакомпаний, у которых у всех есть отделение, это фактически Алый океан. Пробиться туда очень сложно, правила игры там давно всем знакомы. И вот одна авиакомпания говорит, слушайте, а мы сделаем вот так. Мы дадим полет на самолете по цене путешествия на авто. И у нас не будет первого класса, у нас не будет бизнес-класса, у нас билеты все будут по одной цене. Они будут равняться цене поездки на авто. И вот это Голубой океан, вот это предложение, которое сформировано таким хитрым образом, что аналогов ему нет. Ну и второй вариант, когда на уровне изобретения Голубой океан появляется, это вот, например, тоже пример из этой книги. Были кассеты, появились компакт-диски. Конечно, компакт-диски это изобретение. Вот эти два примера, они, я их так очень кратко рассказал, конечно, в книге описывается это все очень подробно, с интересными деталями. И ты начинаешь уже, когда читаешь, думать так. Ты уже начинаешь фантазировать про какие-то бизнесы, о которых ты знаешь. А как бы там можно было, ну, по крайней мере, так было со мной. Это очень увлекательно и интересно. У меня есть семинар для родителей, который называется «Навыки, которым мы должны обучать сегодня наших детей». И я, когда читал эту книгу, я понимал, что вот эти навыки, о которых я говорю на семинаре, вот они же как раз вот про вот это. Дело в том, что когда в этой книге говорится о шагах, которые нужно сделать в компании для того, чтобы попытаться найти этот Голубой океан, то я понимаю, что люди, которые занимаются поиском этого Голубого океана и пытаются перестроить свой бизнес, они как раз должны обладать этими навыками, о которых я говорю. Это навыки командного мышления, это командная работа, это креативное мышление развитое, критическое мышление. И без этого никуда. И вот в этих книгах как будто бы видна практическая ценность вот этих вот развитых навыков, о которых я говорю на своих семинарах с родителями. Значит, книги рекомендую я, конечно же, всем, кто интересуется родительством, воспитанием, потому что очень интересно соотнести то, что мы вкладываем в наших детей, с тем, что предстоит им в их реальной жизни, когда они вырастут и когда они начнут уже реализовываться как-то сами в какой-то профессии. Мне очень важным и ценным кажется эта информация. И вот эту книгу, если вам она кажется большой, ну такой, да, то вы можете прочитать здесь буквально последнее приложение, которое здесь есть. Это такой исторический очерк о том, как три отрасли проходили путь от Алого океана к Голубому. И здесь очень здорово все рассказано. А третьи отрасли такие. Это кинотеатры, сеть кинотеатров, автомобильная промышленность и компьютеры. Вот можно даже с этого кусочка начать. И если вам понравится это последнее вот это приложение, он там где-то страниц 15 занимает, то тогда вы можете начинать книгу читать сначала, и вас ждет увлекательное путешествие в мир Голубого океана и все, что с ним связано. Это очень интересно. И это как-то ново абсолютно для меня было, потому что ничего подобного раньше я не читал. Книги по бизнесу, по менеджменту, еще раз повторюсь, читаю очень редко и знакомлюсь только с знаковыми такими интересными. И если очень уж впечатлило, тогда записываю обзор подобный этому. Поэтому, чтобы ознакомиться и получить удовольствие от хорошей книги, первая часть, чтобы применять, вторая часть и здесь как пошаговое руководство. Просто бери и делай. Делай раз, делай два, и у тебя получится. Графики, таблицы, все прям очень здорово. Информация ложится хорошо, интересно. Написано. И недаром это бестселлер, который вот более трех с половиной миллионов экземпляров куплено. Ты, когда начинаешь читать, как-то веришь тому, что заявлено, что действительно это очень интересно. И такое ощущение, что эта книга, она немножечко, ну, как сказать, немножечко. Она вне времени вообще. То есть это было всегда. Голубые океаны были всегда. Потому что на протяжении истории человечества любое изобретение, это голубой океан. Но сейчас можно голубой океан фактически в любой компании попытаться сформировать и сделать вот то самое новое предложение на рынке, которого еще никто до вас не сделал. В том виде, в котором вы его сделаете, прочитав и вдохновившись вот этими книгами. Я надеюсь, вам обзор был полезен. И если у вас какие-то мысли есть или вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.